Откопала в шкафу свои черевички, мне вообще очень много обуви, очень много одежды, а в московской квартире вообще залежи, поэтому я стремлюсь к тому, чтобы ничего не покупать, потому что я всё ещё многое не привезла в Турцию, можете себе представить. Так вот, эти черевички я купила, мне кажется, как только приехала в Турцию, я заказала их на Алиэкспресс и показывала их в каком-то из видеопокупок. Идёт светоискажение, они такие тёмно-тёмно-фиолетовые, они из стопроцентной кожи, они невероятно мягкие, просто невероятно, вот такие вот в стиле Бохо, фирма какая-то супермодная китайская, вот, и я помню, что меня так за них хитили, за эти черевички, вот, но я благодарю Бога, что я их купила, потому что в них нога просто спит. Я не знаю, мне нравится такая обувь, мне вообще нравится что-то такое необычное, из ряда вон выходящее. Это не то, чтобы тренды, это понятное дело, что не тренды, да, тренды быстро уходят, это такая Бохо-классика, скажем так, для неординарных личностей, а мне иногда хочется быть неординарной. Я сегодня буду в таком скучном луке, у меня будут лосины, просто такая растянутая кофта, и вот эти вот черевичики надену. Пойду сейчас в парикмахерскую делать себе брови. Та-дам! Ну, вот такую вот распаковку, мне кажется, грех не показать. Я уже сняла почтовый пакет. Я хочу вас познакомить, для тех, кто вдруг не знает, а меня в свою очередь познакомил один очень хороший человек, она тоже блогер, ее канал называется Рай Гюндуан Влог. Я надеюсь, что я не ошиблась в произношении, но я оставлю ссылку на ее канал, название канала, напишу где-нибудь в каком-нибудь из уголочков. В общем, спасибо вам большое! Я заказала себе сет корейской косметики с кислотами, с витаминами. Вот с такого вот сайта Корэнди Тюркия. Это достаточно надежный и очень приятный сайт. Все заказала за свои деньги. Сейчас у кого-то обязательно закрадется мысль, ага, это бесплатно. Я, кстати, уже забыла, когда мне что-то прислали бесплатно. То у нас у Турции нововведения на таможне, на почте, это у нас кризис. В общем, про какие-то сотрудничества уже, наверное, стоит забыть. Не реклама. Очень классный сайт, мне очень понравилось. Каких, смотрите, как они с любовью все упаковывают, в каких все коробочках приходят. Даже вот этот вот небольшой сет, который я заказала, упакован. Очень красиво. И сейчас мы посмотрим с вами, что же там внутри. Так, я снимаю веревочку. Доставка, кстати, ну, как и все доставки с любыми, с любых турецких сайтов, пришла, ну, фактически молниеносно. Я заказала это, по-моему, то ли в пятницу ночью. Меня вообще ночью пробирает на заказы, на всякие. То ли в пятницу ночью. Да, вот у меня вот такая короборская привычка. Мне жалко портить упаковочную бумагу. Вот не знаю почему, хотя она для этого и нужна, чтобы ее просто порвать. Но она такая классная, такая плотная. А что я с ней буду потом делать, да, даже если я ее сейчас не порву. Так, посмотрите на эту прелесть. Курань-тюрки. Я вам сейчас покажу, что я взяла. Все намертво упаковано. С любовью. Так, открыли. И еще упаковочная бумага. Все, буду шуршать громко. Такая микро-коробочка. Так, а что у нас здесь? Любовное послание. Так, но это я вам не буду показывать. Это мои личные данные. Так, пробники. Пробники, кстати, вы выбираете сами. Такие микро-микро-пробники. А это что такое? А это для того, чтобы писать дату открытия. То есть с момента открытия косметики на 12 месяцев. Пригодно к использованию. А если вы ее не открыли, то 24, по-моему, так. Так, значит, что я взяла? Я взяла для пробы. Мне очень хочется попробовать кислотный пилинг. В данном случае я взяла не сыворотку. Я взяла тонер. Вот из-за этого. Вот он, виновник вот этого заказа. Здесь, в принципе, неплохие размеры. Несмотря на то, что коробочка кажется не такой уж и большой. Здесь есть крем. Здесь есть витаминная сыворотка с витамином С. Витамин С лучше использовать с утра. Потому что он усиливает действие солнцезащитных средств. О кислотах, я думаю, все знают. Что это здорово влияет на цвет лица. Способствует омоложению, регенерации кислоты. Это такой небольшой шок для кожи. И она такая спрашивает. Что это вы со мной делаете? Надо мне срочно-срочно обновляться. Начинает резко регенерироваться. Значит, у меня, по-моему, тонер с гликоевой кислотой. И с какой же мне кислотой? Сейчас мы с вами посмотрим, с какой кислотой. Так. Такие вот малявочки. Ну, честно говоря, я думала, что тонер будет побольше. Такие вот малявочки. Ну, я думаю, что мне этого хватит надолго. Я как капуша пользуюсь почему-то кремом. Мне крема хватает на год. Я покупаю один крем, мне его на год хватает. Кстати, сыворотка вполне себе такая, да. Аха, кислоты 5%. Не так-то уж и много, да, мне кажется, для начинающих кладет. Гликолевая, я точно знаю, что здесь была. И еще что-то. Гликолевая и молочная кислота. Молочная кислота, она отлично идет для начинашек, кто только начинает пользоваться кислотами. Она подходит для чувствительной кожи, для сухой кожи. А вот гликолевая, кстати, говорят косметологи, что она достаточно спорная. Но я попробую. Я все равно попробую. Это что это было? А, это какая-то умывалка. И крем. Ну, вот такая вот история. Просто мне очень понравился этот сайт. Я не думала, что в Турции столько любителей корейской косметики. Если мне все это понравится, мне все это зайдет, я перейду на полноценные, полноправные, большие размеры. Хотя эти, в принципе, тоже не маленькие. Я полазила по трендиол. На трендиол тоже были кислоты. Ну, как-то так вот взять кислоту, и вдруг она не зайдет. И что мне потом с ней делать, да? Ну, а вот это вот самый, мне кажется, вариант вполне себе. А что мне, кстати, в пробниках? В пробниках у меня какой-то гель с календолой, видимо, успокаивающий. Я взяла известный нашумевший тоник, успокаивающий, по-моему, не успокаивающий, а увлажняющий от Клэрс. Тоже известная корейская фирма. Вот, буду тестировать и вам расскажу. В 128 лир мне обошлись вот эти вот миниатюры. И то это была скидка. То есть, в принципе, он стоит дороже. Была новогодняя скидка, хотя уже Новый год когда у нас был? Боже мой, два месяца назад. На ужин у нас сегодня караденис сумон. Лосось турецкий, он так называется. Чурк сумону. Ну, собственно говоря, лосось в Турции может взяться только из Черного моря. Я думаю, что его там выращивают в специальных... Ну, как это называется? Низопарк. В общем, выращивают в специальных местах. Вообще, он, по-моему, занесён... Не то чтобы в Красную книгу, но на него нельзя охотиться, его нельзя ловить. Значит, как я его готовлю? Уже давно всем известный способ, мне кажется, готовить на пергаментной бумаге. Можно вообще закрыть бумагой. Я его до конца не размораживала. Просто помыла в воде. Верхний слой льда растаял. Он продаётся готовый в пачке, чищенный. Чуть-чуть добавляю сливочного масла. Кикик – это чабрец. Чёрный перец, соль. И вот слегка обжариваю с двух сторон. Главное, чтобы его не высушить сильно. К рыбе идёт салат с рукколой. Я её мою сейчас в уксусе, замачиваю на какое-то время, чтобы бить все микробы. И чтобы песок осел, потому что очень много песка. Почему-то в зелени идёт руккола, помидор, чеснок, растительное масло и специи. Салатик готов. Я добавила растительного масла. В идеале должно быть оливковое. И гранатовый соус. Гранатовый соус у меня вот такой вот, стопроцентный гранатовый соус. Сейчас смотрим состав. В составе тоже концентрат гранатового соуса. Это важно, потому что иногда гранатовый соус выдают за что-то другое. Да. Поэтому смотрите на состав и на цену. Цена, как правило, у него не низкая. Можно ещё полить салатик лимоном. Но я положила в качестве украшения. Мы будем поливать рыбу. Салата я делаю не очень много. Нам двоим немного надо, чтобы потом не выбрасывать. Я, честно говоря, не очень люблю выбрасывать еду. А завтра уже никто это есть не будет. Вы знаете, что турки всё едят только свежее. Кстати, я тоже к этому привыкла. И вчерашняя еда не вся, конечно, но иногда кажется мне невкусной. Например, вот резкие супы их на следующий день уже есть невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Тевчонки, привет! Я сейчас нахожусь в своём любимом Ататюрк парке. Как лучше, не знаю. Так, наверное, лучше. Я приехала на контроль к врачу. Она посмотрит мой лоб. Приехала я, естественно, раньше. И вот хожу здесь гуляю. Погода просто отличная. Но мне сегодня холодно. Другая проблема. Вчера было жарко, сегодня холодно, хотя по градусам столько же. Голова у меня просто раскалывается, потому что завтра у нас уже планируется перемена погоды. Послезавтра будут дожди, точнее. В Стамбуле уже намечается снег, по-моему. Но если в Стамбуле снег, то у нас будут дожди и похолодание. Это 100%. Мы сейчас посмотрим, что у меня там с лицом, с лбом, и надо ли что-то доделать или не надо. Но мне кажется, что надо немножечко добавить в межбровку, если честно. После врача я, наверное, пойду пешком до Чарши. Здесь близко. Вот, зайду в свой любимый магазин. Рукоделие, куплю кое-что и, наверное, вам покажу. Время 12.20. Мне еще 40 минут. Вот зачем я так рано приезжаю, я не понимаю. Я все время забываю, что я не в Москве и что мне надо ехать 15 минут, а не 40. Вот, привычки старые в подсознании живут. Время обеда у нас нет ни одной свободной лавки в парке. Я не знаю, что происходит в этом городе, но в это время не должно быть никого. Ну, полно школьников на лужайках, студентов, пенсионеров. Очень много детей. Кстати, вот этот вот умный браслет, они перестали у меня синхронизироваться с телефоном. Все, что я могу, ну, все, что я могу, я могу делать все с ними, и как и раньше, только неправильное время у меня стоит. Я не могу контролировать свой сон, но этим я не занимаюсь. Я и так знаю, какой он у меня. Вот, поэтому я его надела, чтобы чисто посмотреть, сколько шагов у меня сегодня будет. Вот, хожу сейчас, наматываю эти шаги. Решила не сидеть на лавке. Чего сидеть на лавке? Так целыми днями сидим. Вот эта вот улица у нас практически вымерла. Здесь были хорошие магазины, бары. Остались только самые сильные. Как там говорят, естественный отбор, да? Вот банк жив вроде бы. Вот этот вот паб, yellow taxi, по-моему, он назывался. Бензин, кстати, по-турецки означает. Таком на жаргоне бензин, мазот, алкоголь означает. Вот, их тоже здесь уже нет, видите. Печально. Ну, естественно, на вынос что они будут давать? Пиво, что ли? Пиво можно купить и в других местах. Фитнес. Тоже приказал долго жить. Видите, киролык означает сдается. Ну, так вот печально. Что здесь будет? Со временем посмотрим. Встанут ли люди с колен, не встанут, станет ли бизнес? Печальное зрелище. Вот и всё. Здесь, по-моему, был BMN. Но сейчас что-то другое. Видите, для кого-то... Для кого-то конец, а для кого-то начало. Скоро открытие. Так, вот сюда, видите, у нас парковка проблема. Поэтому в этом бизнес-центре все друг на друге. Кстати, ты не сможешь посмотреть. Это не hele другого. Может быть, я хорошо. Кстати, отдай мне. Ага, дорогой! Ногласись, на ней. Ногласись, на ней. Обман-те-не. Так, ладно. Так. Это нормально. Да-оу. Всё-то неп Crit- selecting. Какое-тое мухи. Какое-то делать. Какое-то будет. Какое-то. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Когда вернусь домой, наверное, будет удобнее. А сейчас я иду в Чарши, вот мне буквально нужно перейти одну улицу. И как современный район превращается в такой, знаете, самый настоящий Восток. Мне кажется, миллиард раз вам показывал наш городской театр, но представления театральные проходят не только в этом театре. А также у нас в торговом центре еще есть театр. Можете подставить? Видите, как стремительно меняются улицы? Даже люди другие по-другому одеты. Но это место, прям, вы знаете, для фоток, для видео. Видно Америке с джами. Два шпиля. И вот я про эту дорогу говорю, что надо ее перейти. Ну, красный для турок ничего не значит, в принципе. Я, пожалуй, подожду. Вот, надо перейти вот эту дорогу, и... Все, все стремительно меняется. У меня прям ностальгия. Я по этой дороге ходила на курсы. Короче, базар-вокзал. Пульты от телевизора продают. Кругом маски. Ой, здесь можно найти все. Знаете, я уже вот прошла 200 метров. Уже устала от этого места. Видите, тротуара нам уже не хватает. Мы идем к проезжей части. Короче, короткий экскурс по этому месту. Вот здесь за этими торговыми улочками есть дома очень старые. В них живут в основном всяческие этнические группы. Там арабы, курды, сирийцы. Вот они здесь живут веками. Вот я не думаю, что здесь будут застраивать современными домами в ближайшее время. Хотя, как знать, может быть, поэтому это место такое колоритное, что здесь, по сути, турки проезжают только отовариваться. Так, вот он мой любимый магазин. Я в узла Реплик. Продолжение следует... Так, я пришла вот за этим. Мне нужны... Мне нужны вот эти ремни, но какого цвета у меня... Сумка голубой мне нужен конкретный. Вы знаете, какой конкретно голубой. Вот все эти голубые, они разные. Тут и купашь, наверное. Так, я купила все, что не надо. Что происходит там за вопли? Хочу... Хочу... Хочу походить по маленьким улочкам, если не заблужусь. Вот. Здесь очень много всего. Кстати, товары для творчества, видите? Текстиль для нитки, клей, сушеные цветы, сухоцветы. Все можно найти. Еще один магазин открылся. Ну вот вы говорите, водить автомобиль здесь скорая проехать не может. Смотрите, что происходит. А пожарная машина только подавно, наверное. Вот здесь, возле этой мечети, можно покормить голубей. Но голубей лучше не кормить, потому что они разносят заразу. Памыш, тебе нравится мой ремешок новый? Нравится? Ну, собственно, вот для этой сумочки я покупала этот ремешок. И я сейчас смотрю, не могу понять, подходит он или нет. Она, конечно, не от крахмаленая. Я взяла его, потому что здесь есть все оттенки голубовые. И темные, и посветлее. Вот эти вот два оттенка, они разные. Зеленоватые есть. Наверное, нужно было брать более голубой вариант. А фиг его знает. Хотя это тоже, в принципе, ничего, наверное. В общем, не знаю. В принципе, можно поменять. Он мне сказал, хозяин магазина, что поменять можно. Я у них постоянно что-то покупаю. Вот, смотрите. Подходит, не подходит, скажите мне. Боже, как я устала. Вы бы знали, как я устала. Он 10 тысяч шагов у нас сегодня есть. Но какая-то я прям очень, очень сегодня нервная лягушка-путешественница. Короче говоря, единственное, что мне сейчас хочется, это снять с себя всю одежду и кинуть ее в стирку. Я, наверное, сейчас так и сделаю. У меня всегда вот такое ощущение, даже до короны, когда я мотаюсь по автобусам, по многолюдным местам, все себе просто снять, помыть, выстирать. Так, короче говоря, про доктора. В Турции очень часто так бывает, что ты берешь рандеву, приходишь к врачу и врача нет, врачной операции. У меня так было не только вот с косметологом, с этим, но и с другими специалистами. То есть ты приходишь, сидишь, ждешь, 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 он может прийти через час. Вот так вот. Ну, как бы злиться бесполезно, да, ты же не можешь устроить скандал и сказать, доктор, бросайте там все и давайте ко мне быстро. Вот. Ну, ничего страшного, я буквально вот посидела сначала на ресепшене, я вам чуть-чуть засняла кусочек, посидела на ресепшене, и мне девушка ресепшенист, но она на самом деле помощник доктора, она, я так понимаю, ученица. То есть она ассистирует к врачу и она в то же время учится делать уколы. Так всегда в Турции, бывает очень часто. И она сказала, врач придет, наверное, через час или через полчаса, ты можешь пойти погулять. Но я так подумала, что я заодно попью кофе-ку, поем, я очень оголодала и вернусь. Так оно и случилось. Я буквально успела вот в парке съесть Симит из Старбакса с сыром. Вернулась. Значит, что мы сделали? Мы мне добавили препарата, потому что, видите, у меня залом остался, и я могу чуть-чуть, вот чуть-чуть могу хмуриться. Все равно это лучше, чем было раньше, но хмуриться я могу. Потом мне добавили вот сюда, видно следы уколов, да, и чуть-чуть добавили вот в эти мышцы. То есть, видимо, у меня на 40 вредный характер, что вот эти мышцы недовольства, они просто так не атрофируются. В этот раз, честно говоря, было больновато. Как-то она мне прям так распсадила, знаете, прям такое ощущение, как будто какие-то крючки под кожу. но нет, на самом деле это была всего лишь иголка, и, наверное, бывают болючие дни, бывают неболючие дни, но поскольку все это длится там буквально секунду, раз секунда, два секунда, три секунды, это вполне себе терпимо. У меня, знаете, я не такая вот прям очень чувствительная в плане боли, я боль переношу спокойно, а еще спокойнее ее переношу, когда я знаю, зачем мне это надо. То есть, меня в принципе ничего не остановит. Если вот мне надо было ровный лоб, я пошла его и сделала, и, наверное, никакие вот страшилки меня в тот момент про боль бы не остановили. Вот такая вот история. Значит, что касается шеи и головной боли, у меня вот здесь периодически болела шея из-за напряжения в мышцах, особенно, когда долго походишь, вот здесь начинала болеть шея. Возможно, еще рано говорить о каких-то там глобальных результатах, но шея у меня вот здесь вот перестала болеть. Да, у меня болит сегодня голова, но она болит вот с этой вот стороны. Это, наверное, что-то мигренозное, что-то погодное, да, это, наверное, убрать не так легко, и нужно это убирать уколами непосредственно сюда, вот сюда, здесь мигренозные точки есть, но мы мигренозный, мигренозный ботокс мне не делали, а, видимо, она этим не занимается. Я просто спросила, врач как-то так, ну, как-то так холодно отнеслась к моему предложению сделать мне уколы ботокса, имена от мигрени, но даже если вы делаете в лоб, всё равно головная боль может, может, не факт, что уйдёт, но может облегчиться. Значит, я спросила её по поводу носогубных складок. Да, сейчас на мне тональный крем, возможно, это не так видно, и спросила, можно ли один и тот же препарат и в губы, и в носогубные складки, поскольку, если бы я делала губы, вернее, не так, губы мне не надо делать, может быть, я чуть-чуть их увлажнила бы, минимальное, ну, изначально делают один миллилитр, ну, можете представить, что такое один миллилитр, вкалывают 0,5, через 10 дней вы приходите, вкалывают ещё 0,5, смотрят, где добавить, где асимметрия, где исправить, это минимально, да, изначально, вот, я бы себе вообще сделала только 0,5, просто, чтобы увлажнить губу, потому что с возрастом, конечно же, она становится более дряблой, вот здесь, верхняя, особенно уголки губ немножечко опускаются, и остатками препарата я бы доколола себе носогубки, врач сказал, что можно так сделать, но пока я не уверена, что мне это нужно, честно говоря, на 100%, лучший враг хорошего, нужно немножечко так остановиться, да, но ботокс, это чудо вещь, я очень им довольна, и если вы сомневаетесь, посмотрите на меня, рекомендую, настроение у меня прекрасное, я стала меньше хмуриться, но вот жду, когда, видите, у меня здесь даже след от уколчика, вот этот вот заломчик, полностью расслабится, вот, я на этом буду заканчивать свой влог, и так уже слишком много наболтала, на сегодня слишком много нагуляла, буду отдыхать, сейчас пойду есть апельсин, пить чай, очень хочу пить, всех люблю, целую, обнимаю, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, всем пока-пока, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,